Приветствую вас. Что можно здесь вам посоветовать, как вы говорите? Хотя я, если честно, против того, чтобы давать советы, но тем не менее. Значит, первое, это овладеть навыками бесконфликтного общения. Это первое, что нужно сделать. Второе, это поработать с самооценкой вашей, которая лишь только напрямую зависит от того, что делает ваша мама. Она зависит, самооценка я имею ввиду, зависит от того, как вы воспринимаете свою маму. Вот, а это всё-таки немножко другая история. А сразу хочу сказать вам о том, что я знаю, кто вы. Не забавно то, что вы анонимно пишете. Я знаю, кто вы, я знаю, ну, я знаю вашу, скажем так, проблему. Вот, и ситуация, она такова, что вам нужно всё-таки на постоянной основе, или хотя бы на регулярной основе выбрать себе психолога, да, и с ним работать всё-таки. Вот, я понимаю, что вы учитесь в колледже, я понимаю, что у вас денег свободных скорее всего нет, но тем не менее. То есть, вы понимаете, ваша мама, вот как вы говорите, что она вас там, придирает и прочее-бручее, да, на самом деле она вас не придирает. У неё к вам сложилось определённое отношение. И она, в общем-то, даёт вам то, что может дать. Да, это мало то, что она вам даёт, да, это очень немного то, что она вам даёт. Но это единственное, что у неё есть, то есть, как бы, больше она вам дать не может. Ваша проблема в том, именно ваша, что вы продолжаете пребывать от неё этого. Хотя она вам не способна дать того, что вы от неё ждёте и того, что вы от неё хотите. И здесь уже вопрос к вам, на каком основании вы ждёте от неё чего-то, почему вы ждёте от неё чего-то. Вот, то есть, насколько вы ответственны за себя, что вы говорите, что вы учитесь в колледже. Вот, это хорошо, что вы учите в колледже. Это значит, что вы более-менее знакомитесь уже со взрослой жизнью. Вот. И общение с мамой нужно выстраивать по принципу неконфликтного общения. Ну, это владеет навыками неконфликтного общения. Вот. В этом вам, возможно, понадобится психолог, потому что самостоятельно вы, скорее всего, не сможете это сделать, не сможете научиться. Ну и поддерживать вас на новом пути тоже должен психолог. Вот. Несвало бы посмотреть треугольник Карпмана, изучить его, потому что вы находитесь, на мой взгляд, именно в нём, в треугольнике Карпмана. Вам нужно выходить из состояния жертвы, вот, опять же, для этого необходим. Психолог, как вы понимаете, я надеюсь, ибо сами, сами вы, ну, если бы вы могли, да, вы бы это сделали. Это совершенно очевидно, что у вас не получается, иначе бы вы давно бы уже вышли, давно бы уже, ну, перестали бы находиться, вот, давно бы перестали переживать, скажем так. Вот. То есть, то есть, здесь вот такой момент и такой, соответственно, нюанс имеет место быть. Что касается вашей ситуации, которую вы в целом описываете, то, смотрите, вы пишите. Вот, допустим, я что-то дома делаю, накладываю еду, мою посуду. Она обязательно к чему-то придерется, если так. Она обязательно к чему-то придерется. Почему она придирается? Потому что так она, скорее всего, выстраивает общение. То есть, у нее это чуть ли не единственный способ выстроить, ну, общение. Она по-другому общение выстраивать не может. Я ее сейчас не оправдываю, вы не думайте, пожалуйста. Вот. Я ее не оправдываю. Я просто, эм.. Хочу, чтобы вы, ну, поняли вот этот, вот этот, этот момент. Потому что он вальдный. Вот. И если она по-другому не умеет, да, общаться, то вам важно понять, что то, что она делает, с вами напрямую не связано никак. То, что она делает, исключительно связано, связано исключительно с ней только. То есть это ее проблема, что она так реагирует и что она так себя ведет. А если вы, знаете, вот какая штука, если вы условно говоря ей отвечаете на ее поведение, если вы отвечаете именно, то вы тем самым подкрепляете ее такое поведение. Поэтому здесь первостепенная задача заключается в том, чтобы сместить акцент сейчас с вас в ее контексте. И вообще не принимать на свой счет вещи, которые, ну, вам могут поражать, к примеру, другие люди. Потому что, ну, ничего хорошего из этого не получается, как вы можете видеть. Ну, я надеюсь, я надеюсь, что вы это видите. Вот. Дальше. Вы пишите следующее. Так. Если же упадет что-то, та же еда при подаче пищи. Слушайте, слушайте, ну вот здесь, если честно, да, я не очень понял вообще, почему еда должна падать. То есть, я не скажу, что это прям, конечно, что это плохое, если падает еда. Но я так же не очень, эм, не очень понимаю, почему еда должна падать. Вообще. Вот. То есть, как бы, это, ну, это не совсем нормально, что еда падает. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Ну и, соответственно, желательно, чтобы вы этот момент для себя как-то вот прояснили, да, то есть, почему у вас падает еда. То есть, еще раз, ничего, здрасте, в этом нет, да, но это, как бы, не совсем нормально, что еда падает. Вот. И тут, в принципе, я, опять же, не обрадовываю вашу маму, но ее реакция, она... А ее реакция может быть неоправданно, ээээ, как бы, серьезной, да, неоправданно серьезной. Ээээ, но... Важно, важно смотреть именно в суть проблемы. Вот. Что-то, если допадать, на то, что видно, что... Что-то, по-видимому, вы... Ну, делали, либо делали, либо делаете, вот. Не так. Вот. Ещё раз хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Да, я вас не обвиняю, я просто пытаюсь донести до вас, именно донести вот эту мысль. У меня нет цели вас обвинять. Хотите, хотите в это, верьте, да, хотите нет, у меня нет цели вас обвинять. Дальше, так происходит с самого детства, то есть я скажу, детские отношения у вас, ну, не очень хорошие у меня на работе. Так, для этого мне ограничили. Допустим, если я хочу что-то делать уже более старшим возрастом, то другие люди смотрят примерно как-как. Не очень понятно, что вы тут написали. А, официально при этом подзирают, говорят, что я странный, что мне нужно лечиться. Так я, завтра придумаю, что у меня разные болезни, при том, что их нет, и мне нужно их лечить. Эээ, слушайте, ну, здесь опять же нужно разбираться, да, что и для чего она вам придумывает. Вот. Как бы, что на это указывает, но, фактически, я думаю, что, ее поведение, оно чем-то обусловлено точно. Что, например, ее несчастная жизнь. Вы пишите, сколько раз не ругался, не помогает ничего. Знаете, у вас в этой сразе очень серьезное противоречие, потому что вы пишите, сколько раз не ругался, не помогает ничего. Ругание не поможет, потому что это конфликтное общение. Вот. Вам не ругаться нужно. Что-тось, как бы... Странно, вот, понимаете, странно... Странно то, что вы говорите, что я много чего пробовал, типа... Типа я много чего пробовал, но, по сути, получается, что я только ругался, Вот. Знаете? Какая штука? То есть, хочется вот вас спросить, да, а кроме, ну, кроме, кроме того, как ругаться, вы, ну, вы еще, вы еще что-нибудь пробовали? То есть, как бы, здесь вы, по сути, ну, по сути, противоречите сами себе, как мне видится. Вот. Ну, потому что, да, вроде бы вы пробовали все, а в то же время только ругались. Вот. То есть, в этот момент, вот, на мой взгляд, нужно исследовать, если вы хотите действительно разобраться в этом. Ну, и, как я сказал, очень важно владеть навыками именно, вот, бесконфликтного общения, даже если вам это кажется чем-то ненужным, там, бесполезным, может быть, или чем-то еще. Вот. Ибо на данный момент я могу сказать, что в некотором смысле вы сами делаете, ну, делаете возможным, возможным вашу ссору с мамой. Вот. Опять же, я очень прошу, чтобы вы не думали, что я вас обвиняю. Вот. У меня нет цели вас обвинять. Именно. Я бы хотел просто, чтобы вы для себя этот момент выделили. Вот. Ну и обратите внимание, что вы говорите, что можно сделать и что посоветуете делать. Такой у вас запрос. Что посоветуете делать. Знаете, когда вы спрашиваете, что посоветуете делать, даже не спрашиваете, а, ну, делаете запрос, что посоветуете. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, вы расписываетесь в своей, как бы так сказать, ну, несостоятельности. Вот. Вот. Вы расписываете свои несостоятельности. Потому что это означает, что рано или поздно вам, ну, все равно, нужно потребуется помощь психолога, да, или кого-то еще. То есть вы сами не справляетесь. Вот. Понимаете? Поэтому вот с этим моментом нужно также работать. То есть это именно, именно делать шаги в сторону развития собственной независимости, как эмоциональной, так и материальной. Вот. То есть здесь можно порекомендовать, например, и работать, ну, так, начать работать. Вот. Чтобы, ну, чтобы, к примеру, не было вообще времени у вас на ссоры, там, конфликты и прочее, 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 прочее. Вот. Вот. То есть это, ну, это было бы полезно. Такая позиция. Вот. То есть просто вам нужно сместить акцент, опять же, сместить акцент с себя на, ну, на других. Вот. Либо наоборот, с других на себя. Вот. То есть тут как бы многое зависит от идеологии вашей проблемы. Ну, потому что я могу, я могу ошибаться просто. Вот. Я могу ошибаться и делать сейчас неверные выводы. Вот. Относительно, ну, относительно того, что происходит с вами. Вот. Так. Соответственно, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Извините, пожалуйста, если этого было мало, да, то есть маленький получился ответ. Ну, тем не менее, вот, как бы, как бы, информации вы о себе больше не предоставили и, соответственно, возможно, вам помочь стараться меньше. Вот. Такая вот история. На этом, я думаю, можно закончить. Мой ответ. Мой ответ. Я надеюсь, я надеюсь, что это было для вас полезно, если у вас остались вопросы дополнительные. Вы можете задать мне их в личку, можете задать в личку вопросы, которые у вас имеются. Вот. А я буду рад вам помочь и ответить на них. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Всемீ. Тебя смотрите. Пишите.